Приветствую вас! Я думаю, что, во-первых, многое зависит от того, какой мужчина, то есть, ну, что он из себя представляет как человек, да, а какой у него психологический портрет, потому что если психологического портрета мы не знаем, то, в общем-то, в общем и целом ситуация довольно-таки печальная, может быть, прям там, потому что не совсем будет очевидно здесь то, что именно, образно говоря, поймет мужчина, что именно, образно говоря, он, ну, для себя, вот, может, может усвоить, вот, потому что не каждый человек способен какие-то вещи признать, да, и принять, и понять, не каждый человек, к сожалению, даже. Поэтому здесь, на мой взгляд, ну, вот, вот эту историю нужно обязательно как-то учитывать, если мы хотим, опять же, реально ситуацию разрешить, да. Следующий момент, прежде чем что-либо человеку говорить, прежде чем что-либо человеку пытаться донести, необходимо вам, самой, избавиться от желания упрекнуть. То есть, именно вот тот факт, что вам хочется упрекнуть мужчину, да, ну, это непосредственно проблематика, непосредственно трудность такая вот ваша. И, соответственно, нужно, чтобы вы подумали о том, в силу, допустим, ну, в силу, в силу чего вам хочется вот так сделать, сделать, в силу чего вам хочется человеку упрекать, да, в силу чего вам, вы допускаете там для себя возможность такую в целом человеку упрекнуть почему-то. упреки – это следствие определенных внутренних переживаний негативных – это и какие-то ожидания, вот, к сожалению, необратных, вот, это и обиды, это и определенные конфликты, вот, когда, например, вам, допустим, может казаться, что мужчина, вот, своими действиями как-то вас оскорбляет, как-то вас унижает, вот, что… Ну, короче говоря, на свой счет вы воспринимаете то, что происходит. На свой счет вы воспринимаете, вот, ну, действия, действия, скажем так, мужчины, вот, воспринимаете это именно как оскорбление, именно как какое-то вот такое действие по отношению к вам негативное, при том, что человек может просто преследовать свои цели какие-то, да, вот, и все. Ну, вам это воспринимается, вот, как некая такая, можно сказать, угроза себе, вам, ну, вам может это восприниматься, как некий такой негатив, негатив в свой адрес, ну, ваш адрес, в вашу сторону, и крайне важно, чтобы вы разобрались и с причинами этого, да. Следующее, это выбор человека, то есть, если вы выбрали себе определенного партнера, то, ну… справедливо, что вы несете ответственность за свой выбор, за свое решение, за свое решение быть, вот, с конкретным человеком, да, и, соответственно, у человека есть недостатки, у человека есть настройство, так оно, в принципе, всегда было, если будет, и, соответственно, вот, как я думаю, что вы, может быть, не совсем готовы были принять, вот, те моменты, у человека, не совсем готовы были принять, вот, те аспекты, те аспекты у человека, которые изначально вам, может быть, нравились, которые изначально вам доставляли какое-то удовольствие, доставляли какое-то наслаждение, вот. И, то есть, вы не совсем отдавали себе отчет, дома, что же вообще, что же вообще происходит, да, то есть, что вообще за человек рядом со мной, ну, вот, и на что я могу, там, грубо говоря, рассчитывать, при отношениях с этим человеком, что я могу ожидать, вот. То есть, выбирая партнеров себе, партнеров определенного типа, необходимо, ну, максимально отдавать себе отчет в том, вот, что это за человек, и сегодня вам можно ждать, дабы не допускать вот таких случаев, дабы не допускать таких вот историй, потому что, опять же, ну, если вам нравится, например, достаточно жесткий мужчина, мужчина, старитарный мужчина, да, то, соответственно, это будет, скорее всего, человек гордый, человек эмоционально холодный и так далее, и предъявлять ему после этого, как бы, как бы, за его эмоциональную холодность, ну, несколько странно, потому что именно такого партнера, по факту, вы и выбрали себе, вот. Поэтому тут вот такой момент. Дальше. Важная мотивация. Мотивация. То есть, человек должен видеть мотивацию для того, чтобы менять свое отношение к вам. То есть, вы хотите, чтобы он это сделал, чтобы он поменял свое отношение к вам. Я могу это понять. Но момент здесь немножечко в другом получается, а именно в том, что какой ему в этом смысл. То есть, какой смысл ему менять свое отношение к вам. Для чего ему менять свое отношение к вам. А зачем ему менять свое отношение к вам. Вот. Это, на мой взгляд, очень такой вот важный момент. Вот. Если у человека все устраивает, если человеку все нравится, то какой в этом смысл? В какой смысл что-то менять? И вот здесь, наверное, на первый план выступает как раз вот то, что... То как в их смысл. То есть, если в их смысл недостаточно. Если в их смысл недостаточно позитивно, если в их смысл недостаточно, скажем так, корректно. Вот. То, ну, в таком случае... Мужчина видит вас в какой-то степени созависимого партнера. Вот. То есть, он видит вас как созависимого и... Ну, вероятно, он в какой-то степени прав. Он видит то, что вы нуждаетесь в нем. Он видит то, что вы терпите от него, грубо говоря, от него какое-то отношение, да, его пренебрежение вами. И, соответственно, у него нет мотивации что-либо делать. Тогда вы можете попросить, конечно, вы можете попросить, вы можете что угодно сказать, что вас там устраивает, что вас не устраивает. Но... Какой мужчине смысл что-либо менять? Вот. На этот вопрос я очень хочу, чтобы вы подумали, потому что... Ну, опять же, если вы не хотите, вот, просто... Ну, по... По стопах какого-то разговора... Вот. Если вас интересует именно все-таки, ну, такая, ну, продуктивная, да, история больше, если вас интересует именно вот продуктивный диалог, если вас интересует продуктивный момент, если вам это интересно, вот, то нужно смотреть в этом направлении в том числе. По-другому просто, опять же, в зависимости от... В зависимости от личности мужчины, есть вероятность, что он это просто не воспримет всерьез и, может быть, даже не поймет, то, о чем вы говорите, то, о чем вы хотите ему сказать. Дальше, значит, вы говорите о том, значит, как правильно сформулировать, чтобы всех понял и побудете его изменить свое отношение ко мне в лучшую сторону. Ну, здесь, помимо того, что чувствуется, что вы жертв, вам чувствуется некая запомнилась. Важный момент заключается в том, что человек не поймет сам ничего. То есть, по большому счету, человек либо, либо понимает все сразу, либо не понимает вообще. Вот, и, вероятно, те ценности, которые вы хотели бы до него донести, те ценности, которых вы бы хотели, чтобы он придерживался, я имею в виду, ваш мужчина, да, вот ему эти ценности, ну, вообще говоря, не близки. Не близки от слова совсем. Вот, и этот момент, момент того, что эти ценности ему не близки, на мой взгляд, ну, нужно учитывать, на мой взгляд, нужно этот факт принимать, и, на мой взгляд, нужно в этом отдавать себе отсчет. Вот, по крайней мере, мне видится эта история такой. В целом, в целом, как я вижу, вы выстраиваете отношения несколько деструктивные, вот, потому что вам сейчас не нравится, как обстоят дела. Вот, вы пишите, что, значит, вот, отношения перестали приносить радость и зачем их продолжать. Это здесь немножко деформированное понятие об отношениях, деформированное понимание отношений. Вот, ну, может быть, понимание отношений в контексте именно, вот, именно в контексте того, что, ну, что вам бы хотелось. В контексте того, что вам нужно. В контексте того, чего выбирать себе хотели, но ни в коем случае здесь не идет речь про, ну, такое здоровое, я бы сказал, понимание отношений чувств и любви в том числе. Следующее, на что нужно обратить внимание вам ваше, это на просьбу вас связывать между собой. То есть, вот, именно вас с, ну, с человеком, с мужчиной, вот. Что общего между вами? Немного между вами, ведь. Ну, конечно, то какое смысл в,м, мужчине, например, какое смысл в мужчине, например, что-то менять. Вот, то есть, никакого смысла в этом нет, в целом. Поэтому, столь важно, вам для себя, вот, выделить, что вас объединяет с человеком, что вас связывает с человеком. Если не связывать ничего, то, ну, вероятно, в том числе и по этой причине мужчина вот не идёт вам навстречу. Именно, вероятно, ещё, в том числе и по этой причине мужчина не идёт вам навстречу, потому что нет ничего общего, а недостаточного количества общего, скажем так, между вами. Вот, и это несколько, ну, скажем, несколько стесняет человека в действиях. Вот, ну, вот, в принципе, наверное, то, что можно сказать сейчас. Вот, есть амортизационные письма, в принципе, которые вы можете использовать для какого-то, ну, для пересказа, да, для выражения своих, ну, своих идей, для выражения своих ценностей, для выражения своих желаний, для выражения своего видения отношений, вот. Есть, предложенные моим коллегой, я сообщение есть, в принципе, в принципе, моменты, когда можно вообще без сообщений, ам, обойтись, да, и, например, например, допустим, просто взять на себя ответственность, к примеру, за то, что в вашей жизни приносит вам радость, за то, что в вашей жизни приносит вам позитив и так далее. То, что вы, собственно, пишете, это отношения стоит, ну, немножечко не для радости, немножечко для других целей, вот. Ну, я имею ввиду отношения конструктивные, конечно же. Вот. То есть, ну, сперва, в любом случае, необходимо проработать именно вам свою проблематику, вот, собственно, для того, чтобы, чтобы иметь свободность, максимально свободно выражать, максимально свободно выражать свои чувства, чувства, вот. Чтобы быть, ну, уверены, чтобы быть уверены в том, что это именно ваши чувства, чтобы быть уверены в том, что это именно ваши переживания, чтобы быть уверены в том, что это именно то, чего вы хотите, а не кто-то другой. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, а я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация будет разрешена.